МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Вице-чемпион Европы. Национальная сборная России по мини-футболу". Петербургский политех в девятом туре чемпионата России не упустил возможности набрать 6 очков в домашних матчах против прогресса из Глазова. В пятницу счет в матче открыли гости, но радость их была недолгой. На гол Будина уже к восьмой минуте встречи точными ударами ответили Шарипов, Кузнецов и Романов, причем последний отличился дважды. Подопечные Евгения Куваева в этот день забивали и в быстрых контратаках, и в позиционном нападении, и после стандартных положений, задавив соперников высоким темпом. Мечи в ворота прогресса влетали и издевательски медленно, как в случае с голом Сигнева, так и после 10-метрового в исполнении Шарипова. Еще на гол в первом тайме гостей хватило, на 20-й минуте отличился Кузин, но на перерыв команды ушли при глобальном преимуществе хозяев. Причем Кузнецов и Шарипов оформляли соответственно дубль и хэт-трик в тот момент, когда прогресс менял вратаря на пятого полевого. Побольше мяч подержать, почувствовать уверенность в передачах, сбить немножко тот натиск политеха, который они начали давить уже, и как-то немножко отодвинуть, и его от своих ворот подержать, может быть где-то и забить. Соотношение по количеству забитых командами голов 4 к 1 сохранилось и во втором тайме. Политех применил ротацию состава, и отличиться в этой игре также смогли Диак, финский легионер петербуржцев Пану Аутио и Федоров. Кроме того, соперники обменялись автоголами. В результате 12-3 в пользу хозяев в первой игре тура, благодаря которой подопечные Евгения Куваева сумели заметно поправить соотношение забитых и пропущенных мячей в чемпионате. Это тоже очередной плюс, можно сказать, да, не было такой уж прямой задачи забить как можно больше, была просто задача выиграть, да, естественно, используя все моменты, которые создаем. Ну, в принципе, мы их и использовали почти большинство, так сказать, процентов 80 мы забили. Как и днем ранее, в субботу в повторной встрече счет открыли гости и снова силами Будина. Правда, теперь это произошло не в начале, а в середине тайма. Но опять хозяев это лишь раззадорило. Проходит меньше минут, и они уже впереди. Сначала после удара Ислама на добивание преуспел Шереметьев, в следующей атаке не без помощи рикошет отключился уже сам Ислам. На перерыв команды так и ушли при минимальном преимуществе Политеха, который сначала пропустил контратаку Прогресса, завершенную Балдиным, а спустя несколько секунд восстановил лидерство силами Кузнецова. По первому тайму у меня не было особых претензий к своим футболистам. Да, мы вынужденно перешли на ограниченное число игроков, которых использовали в этом матче. И я считаю, мы держались достойно. Счет 3-2, сохранявший интригу в матче, во втором тайме держался недолго. В одной из первых атак после перерыва забил Шарипов. В середине 25-ти минутки красивую трехходовку Политеха результативно завершил Федоров. Кузнецов и Романов свои мячи забивали в тот момент, когда соперник вновь перешел на игру в 5 полевых. Мы в первом тайме создавали достаточно много моментов. Где-то было не забить, начинали кипеть, начинали искать неправильные решения принимать, получали контратаки, очень много контратак. А это как раз возникает, когда люди чувствуют некую самоуверенность, потому что делают какие-то вещи, пытаются скрыть, которые делать нельзя. Нужно терпеть, нужно, играя смещен, тоже умеет терпеть. Нужно искать, искать, то есть заставлять оборону перестраиваться, искать дырки, искать ошибки соперника, заставлять их ошибаться. А мы хотели первой, второй передачей уже сделать голевой момент. До конца матча прогресс немного сократил отставание. Отличились Толстов и Голунов, которые довели общее количество забитых мячей в двух матчах в Петербурге до 26. Политех набирает после этого тура 13 очков и продолжает надеяться на плей-офф. Прогресс по-прежнему безальтернативно замыкает таблицу. Станислав Федоров, Денис Смирнов, Алексей Чубка. Специально для Ассоциации мини-футбола России.